Музыка Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Так как масленичная неделя в разгаре, сегодня предлагаю приготовить финские блинчики. Какие ингредиенты нам нужны? Молоко, сахар, мука, ванилин, растопленное сливочное масло и яйца. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Точное количество ингредиентов вы увидите у себя на экране в начале видео и в описании под видео. Яйца слегка взбиваем. Добавляем половину от общего количества молока. Хорошо перемешиваем. Сюда добавляем щепотку соли и сахар по вкусу. Я добавлю 2 столовые ложки. И хорошо перемешиваем. Сюда добавляем ванилин и муку. Муку нужно обязательно просеивать. Перемешиваем. У нас должна получиться гладкая, однородная масса. Без комочков. Вот такая масса. Тесто по консистенции получается как нежирные сливки. Готовое тесто сверху закрываем пищевой плёнкой и оставляем на столе 15 минут отдохнуть. Способ приготовления этого блинчика кардинально отличается от классического. Мы его будем готовить не на сковороде, а в хорошо разогретой духовке. Пока тесто отдыхает, мы готовим противень. Противень нужно обильно смазать сливочным маслом. Сверху нужно посыпать мукой. Лишнюю муку нужно стряхнуть. Форма готова. Форму разогреваем в духовке приблизительно 10 минут. Температура духовки 220 градусов. Тесто отдохнуло 15 минут. В тесто добавляем растопленное сливочное масло. Аккуратно перемешиваем. В хорошо разогретую форму выливаем тесто. Форму с тестом ставим обратно в духовку. Я только что достала блинчики из духовки. Он вот так выглядит. Сниму на доску и дам полностью остыть. Его можно подать и в тёплом виде. Глинчик очень легко выходит из формы. Остывший блинчик я порежу на 4 части. Можно сверху посыпать сахарной пудрой. Такой блинчик можно подать с джемом, с вареньем. Всё, что есть у вас под рукой. Этот финский блинчик не похож на классический блинчик. Ни по вкусу, ни по виду. Но тоже получается очень лёгкий, нежный. И очень воздушный. В духовке блинчик очень хорошо поднимается. Но когда мы достаем из духовки, блин опадает. Из такого количества теста получилось 4 порции. Вот так я украсила блюдо. Сверху полила вареньем и посыпала сахарной пудрой. Я хочу вам показать, как блинчик получился. Они вот такие очень нежные. Блин пробёкся очень хорошо. И сверху, и снизу. Да, метод приготовления необычный. Но, тем не менее, блинчик получается очень вкусный. Попробуйте приготовить финский блинчик по моему рецепту. Уверена, что он вам очень понравится. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем желаю весёлой масленицы. И до новых встреч.